В честь Дня российского предпринимательства на Театральной площади Славинска-на-Кубани прошла межмуниципальная выставка субъектов малого и среднего бизнеса. Это мероприятие проходит уже в девятый раз и стало для нашего района традиционным. В выставке приняли участие предприятия субъекты малого и среднего бизнеса из Славинского, Крымского, Денского и Красноармейского районов, Ростовской области, а также из Республики Крым. Всего около 30 участников. Жителям и гостям нашего города они представили свою продукцию. Это продукты питания, напитки, строительные материалы, элементы благоустройства, цветы, оборудование и многое другое. Цифровая техника, электроника. Вот сейчас очень плотно занялись тема гироскутеров, сплит-систем, бытовой техникой. Расширяем свой магазин, другие площадя тоже взяли. Расширяем, предоставляем качественную технику, следим за этим, боремся, конкуренции, стремимся. Качество предоставленных услуг стараемся держать на уровне. Предприниматели Славянского района регулярно оказывают содействие местной власти во многих вопросах, помогают решать важные социальные задачи, способствуют поддержанию экономической стабильности. Районная власть уделяет пристальное внимание малому и среднему бизнесу, поддерживает предпринимателей во всех начинаниях. Отметил председатель районного совета Григорий Литовко, открывая ежегодную выставку. Сегодня в сфере малого бизнеса трудится каждый третий житель Славянского района трудоспособного возраста. Наряду с торговлей открывается производство, внедряются новые технологии, постоянная поддержка малого и среднего бизнеса. Создание оптимальных условий для его развития является приоритетным направлением деятельности всех уровней власти. Жители и гости города по достоинству оценили представленную продукцию. Посетители могли не только получить исчерпывающую информацию о товаре, но и продегустировать его. А тем, кто уже убедился в качестве продукции, предлагалось приобрести ее непосредственно у товаропроизводителя по специальной выставочной цене. Такие выставки товаров и услуг дают возможность славянцам сделать выбор в пользу местных предпринимателей. Не только сегодня, но и в дальнейшем. Мы очень рады, конечно, что такие мероприятия организуют, потому что мы можем узнать, какая продукция у наших производителей, попробовать все, чтобы потом покупать, если попадется где-то что-то. Люди придут, посмотрят, что можно потом приобрести в своем районе и чем занимаются наши сельхозпредприниматели. В честь Дня российского предпринимательства состоялось чествование товаропроизводителей и вручение благодарственных писем. В категории «Лучшее предприятие» победу одержал рыбцех Черноярковский. Руководитель Игорь Бернгард рассказал о предприятии и рецептуре, по которой выпускается продукция. «Предприятие молодое, ему порядка трех лет. Занимаемся рыбопереработкой как местного сырья, так и привозного со всей страны. Выпускаем более двухсот номинований переработанной рыбы». Определился победитель и в номинации «Лучший предприниматель». Им стала Валерия Радченко, которая занимается производством кондитерских изделий. «Сегодня я представляю славянскую продукцию имбирных пряников. Ручная работа, все своими руками, все сами, только наилучшие продукты. Конфеты ручной работы. Ну что еще рассказать, занимаюсь я два года, езжу на мастер-классы. Сама пыталась преподавать, но как-то не пошло. А так, все натуральное, все качественное, все своими руками». Все товаропроизводители, представившие свою продукцию на выставке, были награждены благодарственными письмами за активное сотрудничество с районной властью. А хорошее настроение и атмосферу праздника всем гостям мероприятия создавали творческие коллективы нашего района. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События». Продолжение следует...